Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Номер 1469. Событие дня. Евангелие от Матфея, 22.29. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей за 20 декабря 2019 года». Ну, наше обращение о поиске доброго человека, чтобы помогли купить Игорю Александровичу комбайн. Считайтесь, я буду в ускоренном темпе проверять И4 ролика. Достаточно, чтобы показать, как живет. Стихотворение Прощальный ужин шел с учениками, Тоскою явно воздух был пропитан. Апостола Петра, пока он был как камень, Страх за учителя влег к неизбежным битвам. Так необычные и противоречивые слова Христа о жалости к врагам. Несовместимы с опытом отчизны Хребты, ломавшие бьющий по рогам. И столько непонятного о чаши, И даже в столь привычном преломлении хлеба. Тысячелетия назад застрявший овен в чаще Прообраз был Христа, но истолкован слепо. Потом к той вечере добавят в алтаре Сакральных сакрамента понапишут, Поесть, попить до вечера, поставят в грех, Убьют духовное, переведут на пищу. Слова заменят колокольным звоном, И в песнопениях проклянут Иуду. Прорвутся за столы, не знавшие закона, Не верящие в воскресенье чудо. Возьмут за образец те два меща, Пристроят к алтарям военные заводы, А чаши, что нам пить, умышленно молчат, За дворками от истины уводят. Христос же звал к единству всех, Зверинцы, дозволив каждому назначенное съесть. Предателям дал шанс сознавших примириться, А мытому Христом в числе спасенных сесть. Нас вид изобличает, когда не в той одежде, Сумели бы пробраться с прошлым, не расставшись. Не нам ли он подкладывал так нежно, Расспрашивал еще в пыли и уставших? Минуя сад и страшную голгофу, Строг в горнице послушно отбываем. Не потому ли стране так плохо, Что вымыслом монашеским нас из-под вольпитают? 10 октября 2004 года, Игнатий Лаплин. Вот откровение. Это люди там где-то выставляют, А я у них беру. Беру непроизвольно, Потому что люди вытащили мои стихотворения, Но я их тогда себе копирую. Вот новый разбор выступлений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня большое ведро, двух ведерных отходов от голубей, от мышей От мышей зерно где посекли, но кое-то что там осталось И воробей тут, около сотни, наверное Так сделал, стол для них накрыл И такие выдвижные ящики, у кого-то бывают, у стола Три таких ящика Засыпаю, снег убираю И семечек сыплю для этих Кидаю отдельно в кормушки Для жуланов, для больших синиц Раньше я тут мясо вывешивал на окне С обратной стороны Прилетают сороки, клевали Поползни, кажется, я никогда не думал, что они так делают И не говоря уже про жуланов Снегирь никогда не садился Вчера предложил обдумать тему Разбора выступлений Вячеслав подсказал Что Анатолий Меншиков может заняться У него, говорит, голос подходит к этому Ну ладно, поговорили Вчера первый день у нас Андрюша здесь жил Все, сменилось, веселое лицо Один день побыл И человек уже прямо резко изменился У него настроение Занят тут Вечером Володя там с ним что-то Я тут утром Слушаем и прочее Заголовок назвал Ничем не занятая душа Хорошая кузница сатаны Так все и получилось И больше как будто Ничего тут у нас и не было Я все с компьютером сижу В интернете Глаза больно даже Никак нельзя по-другому Разные картинки К тем, что насчитывают Из моих вопросов И подписывают Их надо совместить Найти А их ни один, ни два Рисунка-то много И рисунков много И вопросов-ответов много Сотни И плохо видно еще тут Через лупу рассматриваю Ну вот так на этом все Смотрите продолжение в следующей серии